То есть, дьявол, он уничтожил это уже в первых церквах. Поэтому мы должны вернуться и посмотреть на начало. Я хочу вам рассказать несколько заявлений, которые Иисус сделал. 1 Иоанна 14, 26 Говорится, когда Дух Святой пришел, когда Дух Святой придет, Он научит вас всему и вернет вам ваше осознание того, что я вам сказал. Некоторые из нас так заняты, что не помнят, во сколько домой вернулись. Большинство из учеников Иисуса, они были необразованы. И сколько вещей они, как вы думаете, запомнили из того, что Иисус говорит. На собраниях, между собраниями. И прошло много лет, прежде чем они записали все вещи, которые Он говорил. Как это они могли так все вспомнить? Чтобы все точно записать, как Он говорил. Дух Святой помог им это вспомнить. Это совершенно не связано с тем, насколько они были умны, или как хорошо они учились в школе. Дух Святой живет с нашим Духом. И Он наш утешитель. Конечно, мы хотим переживать Духа как Духа Силы. Это волнительно. Но есть очень много разных путей, которыми Дух Святой хочет проявляться. И многие из этих вещей многие христиане даже не испытывали. Когда Дух Святой вошел в нас, мы получили учителя. Не знаю, сколько у вас учеников на одного учителя в вашей стране. Но чем меньше учеников на одного учителя, тем лучше. Потому что это дает учителю больше индивидуального времени с каждым учеником. А в Германии, например, это примерно 20 с чем-то учеников на одного учителя. Но в Божьем Царстве, которому мы принадлежим, в системе Божьего образования, ротация идет один учитель, один ученик. А с рождения до смерти один учитель. И вы являетесь единственным учеником, который у Него есть. Он никогда не спит. Он доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У Него есть власть, чтобы учить нас всему. И Он помогает нам вспомнить все, что Бог нам говорил. А в Иоанна 16, 13 Господь говорил, что Дух Святой, Дух Правды, Он поведет вас в правде. Последняя часть 1 Иоанна 5, 6 Дух Святой несет свидетельство. Потому что Дух — это правда. Поэтому Дух Святой, который в нас, был наделен властью учить нас всему. Когда я говорю о тех откровениях, которые Бог мне дал, или о тех, что я прочитал в книжках, о всех откровениях, которые я прочитал в других книгах, это все пришло напрямую из Духа Святого. И ничего нет, только Библия и Дух Святой. Ничего между. То есть мне пришлось научиться, как тратить время качественно, чтобы слышать Его голос. И это являло собой экстремальную разницу. То есть давайте вернемся к вопросу, как вы читаете свою Библию. Потому что Дух Святой у вас — это автор этой книги. Кстати, почему лучше, чтобы Дух Святой был у вас, чем Иисус здесь на земле? Что было бы, если бы вместо Духа Святого у нас Иисус бы ходил по земле? Как вы думаете, где бы Он жил? В Риге или из Америки, где я живу? Ну нет, Он был бы в Яросалиме, наверное. То есть если бы вы хотели поговорить с Ним, пришлось бы и лететь в Иерусалим. И пошел бы слух, что Он в Иерусалиме. И как вы думаете, сколько остальных людей бы летели в Иерусалим? Вы хоть на минутку можете себе представить, какой длины была бы очередь к Нему? Придется потратить туда все каникулы. Потому что прежде чем ты дойдешь до очереди, столько времени может пройти. И когда ты наконец-то доберешься до Иисуса, как бы вы думали, сколько бы времени? Сколько времени вы бы потратили, смогли поговорить бы с Ним, пока кто-то бы не стал пинать вас в спину? Давай, давай быстрее, я тоже стою, жду очереди. Потом пришлось бы возвращаться домой. Божьи пути, они выше, чем пути человека на земле. Любой христианин, которого есть Дух Святой, если ваше общение с Богом происходит в обе стороны, как должно быть, все мы можем разговаривать с Богом одновременно, совсем на разные темы. И каждый из нас будет не обделен вниманием, у каждого будет индивидуальное время. Я могу разговаривать с Богом в любое время суток, которое я захочу. У меня никогда нет сигнала о том, что линия занята. У меня никогда не включают хор ангелов и говорят, подожди, сейчас Бог подойдет. И не говорят, подожди, еще один миллион, твой звонок, конечно, важный, но еще миллион людей есть. Я был на самых удаленных местах этой планете, но я не иду никуда, где мой телефон не работает. За сорок с чем-то лет у меня есть четкая коммуникация с Богом. И мне никогда, Господь, Отец никогда не говорил мне, слушай, поторопись, у меня тут еще много звонков. И знаете, что самое лучшее? Мне никогда не приходит счет за телефонный разговор. Это такое же ваше наследие, как и мое. Как он может быть нашим учителем, если он не может с нами общаться? Как может Иисус действовать в нашей жизни, если он не может с нами общаться? Как все наши шаги могут быть направлены Господа, если он не может направлять нам? Как ты можешь исполнить Писание, как в притчах 3, 5 и 6, где написано, что доверяй Господу всем своим сердцем, не основывайся на своем понимании, то, что нас учат делать в естественном мире. Но на всех твоих путях, это на 100%, обращайся к Богу, и Он направит пути твои. Не может быть направит, а направит пути твои. Это Писание, оно естественно для меня. Я доверяю Богу всем своим сердцем, и потому что я это делаю, я не основываюсь на свое понимание. Я обращаюсь к Нему, и у меня нет сомнения, что Он направит шаги мои. И я знаю, как проверить, чтобы во мне вообще не было сомнений, что это Он. Я не начал так. Но это была цель, которой я шел. Я начал с того, как читать Слово Божье. Потому что если мы не начинаем с правильного фундамента, мы ничего не можем довести до зрелости. Поэтому мы начинаем с Слова Божьего. То есть, как ты читаешь Слово Божье? Если ты садишься и читаешь Библию с твоим мирским пониманием, и ты читаешь Библию, как любую другую книжку в школе, ты никогда не поймешь духовную часть этой книги. Выучишь много фактов. Дух Святой может обличить тебя в каких-то вещах, которые ты не делаешь. Но ты никогда не сможешь систематично расти и заложить фундамент в духовной части. Я вам потом поделюсь с вами словом о том, какая разница между земным и духовным. Есть два греческих слова, которые описывают слова в Библии. Одно лого, что значит простые напечатанные слова, которые мы в естественном мире просто читаем. Но второе слово «Рема», которое является словом «откровение». И только автор этой книги может открывать нам эту книгу. Вся эта книга была написана, давая вдохновение, получая вдохновение от Бога. И те люди, которые написали эту книгу, были наполнены Духом. Только Дух может открыть значение этой книги для вас. К сожалению, мне вначале это никто не объяснил. То есть, я никогда не читал раньше в начале Библию и пытался что-то выяснить. Некоторые вещи, которые мне надо было выучить, это как действует, как функционирует Божье Царство. Но дьявол присутствует в духовном мире тоже. В Каринтинах написано, что земное не может понять духовное. Только Дух Святой может открыть какие-то вещи в духовном мире. Или это какие-то вещи о Царстве Божьем, или это какие-то вещи о Царстве Тьмы. То есть, я никогда не пытался понять это. Помните, одна книга для всех, любых возрастов. Например, если вы недуховно читаете Библию и пытаетесь понять разумом, и вы в первом классе, и как вы думаете, Дух Святой покажет вам то же самое, что Он покажет кому-то в 10-м классе. Если бы Он их учил, и они были бы в 10-м классе, Он не будет показывать те вещи, которые другие учат на уровне 10-го класса. Если ты находишься в первом классе, Он будет показывать тебе вещи, которые учат в первом классе. Но если ты читаешь своим разумением, и дьявол имеет доступ, и он придет, как ангел света, будет пытаться олицетворить Бога. И когда ты находишься и пытаешься читать Писание своим разумением, и там есть что-то, что говорит тебе, что делать. И там есть какие-то слова и места Писания, где сказано, что мы должны что-то делать, но ты не можешь это делать, потому что это делают 10-ти классники. Дьявол тебе на это место покажет, и ты будешь пытаться это сделать. Не сможешь это сделать. Потом дьявол вернется и поставит на тебя осуждение. Ты не любишь Бога, ты не послушаешься Бога. Ты не послушаешься Его заповедям. И через время появится обвинение в сторону Бога. Это нечестно. Почему у Бога все так сложно? Но это не Бог. Мы ходим в невослушание, используя систему, которую Бог сказал не использовать. Мы слушаем неправильный голос, потому что мы игнорировали голос Божий, и мы игнорировали голос сатаны. Это часть той ответственности, которая есть на наших служениях, чтобы нас этому научили. И я не хочу ничего плохого сказать о служителях, потому что их тоже не научили. Местами мы спотыкаемся о что-то, что не является нашим уровнем. Но когда вы достигнете этого уровня, Дух Святой откроет вам это и сделает вам это очень понятным. И это значит, что вы можете это делать. Мы местами делаем прогресс, понимаете? Но этот прогресс не является постоянным, от строчки к строчке, от стиху к стиху. То есть, наш фундамент, он неравномерный, много дыр там. Я читал просто ради содержания. Не пытался как-то это использовать или понять. Прежде всего, прежде чем начать читать Библию, есть некоторые вещи, которые вы должны сделать, чтобы быть готовыми ее читать. И эта вещь заключается в том, чтобы убедиться, что вы в духе, а не в теле. И вы должны убедиться в том, что ничто не стоит между вами и Богом. Все между вами и Богом четко. С отношением, Бог, я жажду твоего слова, Бог, я хочу чего-то. Потому что те, кто жаждут, они будут наполнены. Поэтому вы должны показать вашему учителю, что вам нужно что-то. И все движется верой. Без веры Богу угодить невозможно. А праведник веры жив будет. Библия говорит, что все, что не делается с верой, грех. Поэтому, когда вы читаете, вы должны верить, что Дух Святой вам что-то покажет. Вот какая его работа. Вот что говорит Иоанна 14, 26. Он научит вас всему. Простая вера в Боге это значит, что вы просто доверяете Богу. Бог — это тот, кому вы доверяете. Не вы доверяете сами себе. Что Бог верный, и Он сделает то, что Он сказал, что Он сделает. Он сказал, что Он научит вас всему. Поэтому вам нужно высвободить веру и поверить, что Он сделает это. Но, опять же, это премьерство — тогда вы идите в Духе. Это, где Бога школа находится в духовном мире. Но следующая задача — это быть в Духе, потому что Божья школа находится в духовном мире. Не поймите меня неправильно. Дух Святой говорит с нами, когда мы во плоти. Но вы не получите систематическое, постоянное обучение, будучи только во плоти. Поэтому с самого начала я ожидаю, чтобы Дух Святой показал мне через Слово Божие, что Он хочет, чтобы я делал сегодня. Я просто начинаю читать, просто содержание, не вникая. С ожиданием, что сейчас я наткнусь на стих, который ко мне сейчас подходит. И Дух Святой начинает течь, он начинает рассказывать мне об этом. И какое бы задание учитель мне бы не дал выполнить, или Писание говорит, перестань что-то делать, и прямо тут на месте, я покаюсь, отпущу это, и больше не буду этим заниматься. Или если Писание говорит, начать делать что-то, что я не делал, я немедленно приму этот стандарт, и начну делать все, что я должен делать. Веря, что если учитель дал мне какое-то задание, он знает, что я с этим справлюсь. И если у меня какая-то проблема, я пойду разговаривать с учителем, для дополнительной информации. Но если вы не верите в то, что это произойдет, потому что вера в ваша, это ваш выбор. Поэтому если вы не верите в это, это не происходит. То есть, есть какие-то фундаментальные вещи, которые мы должны понять, чтобы учиться, как учиться. Я прочитал целую книгу о том, как эта система работает. Но она не сложная. Потому что наше образование начинается в тот день, в котором мы получили спасение. Не дополнительное образование, как учить ребенка. Вы не ждете, чтобы ребенок пошел в первый класс, чтобы ему чего-то научить. И Дух Святой также нас будет учить тогда, когда мы еще совсем малыши. Не для того, чтобы мы в таком возрасте были солдатами. Но в этот момент Он просто будет учить любви. Опять же, возвращаясь к этому простому приему читания Библии. Я был научен в начале. Еще одна вещь, которую мне показали в самом начале, которая помогает, как я говорил, Дух Святой свидетельствует правде. И есть много писаний. И служитель цитирует мне это местописание. И говорит, это одна из работ Духа Святого. Он является Духом правды. И Он свидетельствует правде. И тут есть защита. Потому что с того момента, как мы становимся детьми Божьими, мы не должны больше верить ни в одну Божьбу. Например, наши чувства понимают информацию. Но наши естественные знания мы начинаем анализировать эту информацию. Прокручивать ее в голове, основываясь на другой информации, на том опыте, который у нас был на этой тему. Потом мы переходим к какому-то естественному выводу, который является самым лучшим, как мы думаем. Если мы верим, что это правильно, это та вещь, которую мы будем делать, и мы говорим, мы верим в это, и вот что мы делаем. Но это не то, что Бог написал свои инструкции нам делать. Мы не должны направлять сами свои шаги. Мы должны обращаться к Богу, чтобы Он направлял наши шаги. А в естественном понимании во плоти у нас есть только естественные наши земные чувства, чтобы все понимать. Но в нас, христианах, есть также Дух Святой. И у Него есть доступ ко всей информации на любую тему. В духовном мире, когда мы собираем эту информацию, мы должны провести это через Его разум, не наш. И пусть Бог нам скажет, какой вывод. Или если мы прокрутили это через наш разум и пришли к какому-то выводу, прежде чем поверить в это, Библия говорит, контролируя свои мысли в послушании Отцу. Что я делаю? Может быть, даже если это звучит логично и правдиво, я знаю, что это основано на лимитированной информации. И если я вижу все, что Бог видит, у меня, возможно, будет вообще другой вывод. Почему же мне рисковать и, возможно, поверить в ложь? Когда во мне живет Дух Святой, и Его задача — научить меня правде и быть свидетелем правды. Поэтому хочу сказать, что Дух Святой не будет свидетельствовать лжи. То есть вы пленяете свое помышление и спрашиваете у Духа Святого. Мне не нужен диалог, я просто спрашиваю, да или нет. Я спрашиваю, это правда или нет. Сейчас хочу вам рассказать, что я раньше понял. Как Дух Святой будет нести свидетельство? Большинство людям это никогда не учили. Этот человек тоже мне этого не объяснил. А опять он же сказал, это работа Духа Святого. Хорошо, Дух Святой будет свидетелем. Как это произойдет? Мы говорим это, ничего не происходит. Как же я буду знать, что Дух Святой свидетельствует? Но хотя бы он показал мне Писание, где написано, что это одна из его работ. И он смотрит на меня и задает мне этот простой вопрос. Почему Духу Святому не делать то, что Иисус сказал ему делать? Что Иисус врал? Но нет, он не врал. Поэтому Дух Святой будет делать все, что Иисус ему сказал делать. Вопрос стоит в вере. Верите ли вы в то, что Дух Святой будет делать то, что Иисус сказал ему делать? Здесь нужна эта детская вера. И я сказал, ну конечно будет делать то, что Он сказал, и я честно ожидаю, что Дух Святой будет выполнять это. Я не знаю, так же сам или верил этот человек. Я не знаю, делали ли так остальные христиане. Но это первая неделя после моего надлома. И я пришел поделиться этим с пастором. И он показал мне эти вещи о том, что читать Слово и свидетельствия Духа Духа Святого. Я пошел домой. И у меня не было какого-то опыта в прошлом о проявлении Духа Святого. И пастор мне не сказал о том, как это делать. Но в моей голове цель свидетельства была, чтобы мне знать без сомнения, что что-то является правдой или что-то является ложью. Просто я думаю, что же Дух Святой может сделать, чтобы я точно знал, что это Он. и чтобы понять, что Он на самом деле что-то сделал. Понимаете? Единственный опыт, который у меня был, понимание, что Дух Святой что-то сделал, это было в тот момент, когда этот молодой человек мне служил. и Дух Святой просто покрыл меня. И это сделало великие перемены в моей жизни. И я знал, что это Бог. Но кроме этого у меня не было никакого опыта. Как ребенок, я попросил Духа Святого. И я сказал, Дух Святой, твоя задача, как говорит Библия, это нести свидетельство правды. Я хочу знать правду. И я не хочу больше верить никакой лжи. Поэтому прежде, чем я во что-то поверю, я хочу спросить тебя, подтвердить, это правда или нет. И если это неправда, то я верить в это не буду. И если это правда, я буду в это верить. Но я не знаю, как знать наверняка, ты ли это. И я задал этот вопрос. И я сказал, Дух Святой, если я могу спросить тебя, является ли это правдой? И если это является правдой, можешь покрыть меня Духом Своим, как ты сделал на прошлой неделе? Достаточно сильно, чтобы я знал, что это ты. В ту секунду, когда я сказал, ты, Дух Святой покрыл меня, я сказал, о, это классно. И я снова его спросил, Дух Святой, сделаешь это еще раз? И он сделал это еще раз. И я был как ребенок с игрушками. Как маленький малыш, который бежит к своему папочке, чтобы он его воздух подросил. Если вы когда-то делали это с маленьким ребенком, особенно с мальчиком, достаточно одного раза? Нет, они снова побегут, чтобы их снова подбрасывали. Уже устал его подбрасывать, а его все подбрасывать. Ну, разве вы когда-то говорили ребенку, ну, уходи уже? Одного достаточно. Нет, вы любите их, а им нравится, когда их подбрасывают. Так же само с Духом Святым. Это весело, я просто ребенок. А он просто это делает. Часть этого является, что да, он любит меня, но также Дух Святой хочет, чтобы у меня никогда не было сомнений в том, что он это сделает. Потому что, когда враг заставляет меня сомневаться, тогда моя вера не будет высвобождена к нему. А все, что не является верой, является грехом. И это разрывает духовную связь. И ничего не происходит. Я чувствовал себя так хорошо. Поэтому я нахожу любой повод, чтобы что-то спросить. Чтобы я смог это проверить. Мне было все равно, какой был вопрос. вот я хочу вам показать то начало, где я был. У меня не было такого сумасшедшего откровения, и я вот иду в нем. И я был просто ребенком, один на один с Богом, и никто мне не помогал. Некоторые четкие инструкции были даны мне вначале, и дальше я просто исследовал. Как маленькие дети, которые только начинают ползать, они руками все проверяют. Одно из первых слов, которые мы учим, это «нет». И когда мы начинаем что-то изучать, мы понимаем границы. Я в духе просто пробую все, ползаю везде. Я узнаю, куда нельзя, где нет. Так, назад. Снова вперед, так, нет. Так, сюда. А, с этим можно. Я начинаю играть. А это был мой опыт, где границы в духе. Я же не знал. Но когда я начинал трогать то, что я не должен был, на меня Бог не злился. Я не знал. Это часть обучения. Вот так развиваются отношения с Ним. Но я учился некоторым фундаментальным вещам, как находиться в духе. Я начал с того, что я попросил учителя говорить ко мне через слово. И каждое писание, которое я читал, начиналось с того, где я на самом деле был, а не где хотел бы быть. Это не значит, что я тут же делал все, что Дух Святой мне говорил. Много раз Дух Святой говорил мне делать что-то. Я пытался, но у меня не получалось. Но я не делал для себя никаких оправданий, почему я это не могу сделать. если Бог дал мне повеление сделать это, значит, для меня это возможно сделать. то есть, если мой учитель дал мне это задание, тогда учитель ответственен, а не я, чтобы у меня было все, чтобы исполнить это задание. Поэтому я не делал никаких оправданий. И у меня не было никакого осуждения, потому что я этого не мог сделать. Я обращался к учителю, потом уже понимая, что были причины, по которым я не мог это сделать. И вот что важно. Причины могут быть известны. И причины можно убрать, пока не будет никаких причин, мешающих исполнению. Я могу сделать это. Потом у меня будет следующее задание, я следующую дистанцию иду. Сделал маленький процесс, бум, остановился. То, что меня останавливало, может быть, и было игнорирование чего-то, или, может быть, у дьявола был какой-то доступ, которого я не знал. В любом случае, это меня останавливало. Это создало камень преткновения. Поэтому я не садился, не жалел себя. Я не использовал никакие оправдания. Я обращался к учителю и спросил его, почему я преткнулся. Я выяснял, что же за уловки, которые дьявол использовал. И что я могу сделать, чтобы закрыть эту дверь и избавиться от этой уловки. И то, что заставляло меня претыкаться, что Дух Святой открывал мне, что я должен сделать, чтобы это была ступень, а не камень преткновения. Как только я получал это, я снова вставал и продолжал свой путь. Это часть Божественной системы обучения. Если ты просто сидишь в классе, то ты не становишься экспертом какой-то проблемы. Как только ты получаешь откровение, ты тут же идешь и используешь его. Пока я не могу его использовать, следующие уроки занимают то, что мы выясняем причины, по которым я не могу это использовать. стих за стихом, строчка за строчкой. А то есть, одновременно я учусь Божьим путям. Также я учу, какими способами дьявол пользуется, чтобы останавливать людей. то есть, в одно и то же время, я обучаюсь двум царствам, как Бог работает, как дьявол работает. Возвращаясь к моему изначальному желанию, найти в Писании, что мы можем познавать Бога, что мы можем знать Бога в таком личном и интимном способе. Найти подтверждение в Писании, что мы можем познавать Бога таким путем. Я не мог общаться с Богом в обе стороны. Я пытался это делать, я хотел это делать, но у меня ничего не выходило. Но я верил в то, что, когда я буду читать Библию, Дух Святой будет показывать мне. У меня не было проблем с тем, чтобы Дух Святой брал инициативу и разговаривал со мной. Пока я читал Писание, у меня не было проблем, чтобы верить в то, что это Бог. Но когда я возвращался в естественную жизнь, у меня были сомнения. Но надо где-то начинать. И я начал со Слова Божьего. То есть, помните, что я пытался найти в Писании место, как познать Бога. Одно место, которое я нашел, это в Яна, 10 глава. Иисус говорил. И, конечно же, как обычно, фарисеи и саддукеи были расстроены. И Он им сказал, «Вы не слышите Мой голос, потому что Вы не Мои овцы». И от Иоанна 10, 27, Он говорит, «Мои овцы слышат Мой голос, а я знаю их, и они идут за Мною». Первая часть 28-го стиха говорит, «И я даю им жизнь вечную». Когда я вырос, я понял, что Иисус – это великий пастырь, что мы Его овцы. Но Он говорил, что это нормально, что Его овцы слышат Его голос и идут за Ним. Все внутри меня хотело слышать голос Его, но я не мог слышать Его. Все внутри меня хотело следовать за Ним, но я понятия не имел, куда Он хочет, чтобы я шел, потому что я не мог слышать Его голос. И многие люди говорят, что у них похожая проблема. То есть, что нам нужно делать в такой ситуации? Сегодня столько людей пытаются подстроить Слово Божье, чтобы оно подходило под их опыт. Они не слышат голос Божий, а другие не могут это делать постоянно. И поэтому они стараются объяснить это каким-то образом. Некоторые люди берут какие-то места из Библии и говорят, что это для ранней церкви. Он говорит, мои овцы, я один из его овец. Да, в то время это было нормально. Но это не нормально сейчас. Или мы будем адаптировать Слово Божье, чтобы мы нашу испытания и то, что мы думаем, что мы знаем. Или мы будем адаптировать Слово Божье под наш опыт и под то, что мы думаем, мы знаем? Или мы позволим Богу подстроить нас под Слово Божье? И второе, это то, что мы должны были делать. Это то, что я делаю. Когда я вижу четкий стандарт в Писании, я пытаюсь это делать, это не работает. Но опять, это должно быть нормальным. Но опять, это должно быть нормой. И если это не является нормой в моей жизни, то проблема либо в Боге, либо во мне. Я всегда людям говорю, я умнее, чем выгляжу. И мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что проблема не в Боге. И проблема была во мне. я не хотел быть проблемой. Я не желал этого. Но кому-то из нас пришлось. и я вычеркнул его. И я вычеркнул его. И остался один я. И я не знал, в чем моя проблема. И многие люди могут согласиться с этим. Но он знает, в чем моя проблема. Поэтому я стал искать его. и понял, что ответ на мою проблему он где-то в Библии. И пока я читаю, я спрашиваю Духа Святого, чтобы показал мне в Библии, где написано о том, где во мне проблема. Потому что есть причины. Может быть одна, может быть двадцать причин. Но моя цель была систематически с Богом общаться об этих причинах. Чтобы я мог выполнять то, что Слово Божье говорит. По крайней мере, это вдохновило меня, по крайней мере, это позволило мне общаться с Богом. Это была одна из моих трех целей. Но я по-прежнему ищу эту власть, чтобы знать Его. Это подтверждение. У кого из вас есть Дух Вечной Жизни, о котором Он говорит в двадцать восьмом стихе? У всех есть? Дар Вечной Жизни. Я здесь никогда не был, поэтому я не уверен в ваших доктринах. Решил спросить. В некоторых местах могут возникнуть проблемы. Я должен быть осторожен. А вы тяжело работали и это заслужили? Или благодатью и верой вы это получили? А, хорошо. Слово Божье говорит, что это дар Божий. Мы все в согласии с этим? Хорошо. Поэтому я хочу задать этот вопрос. И я не пытаюсь вас сейчас как-то провести. Я просто хочу объяснить вам, почему у нас есть проблемы, которые у нас есть. Есть несколько причин, по которым в большинстве тела Христового есть проблемы в отношениях с Богом. или это не приходит на очень высокий уровень. А вечная жизнь пришла вместе с пакетом спасения. Как я уже ранее говорил, многие вещи пришли вместе со спасением. А одна из них это дар вечной жизни. Если ты встретишь кого-то на следующей неделе, кто не христианин, а вы христиане, и они, может быть, думали много о вечной жизни. Они у вас спросили, у вас есть вечная жизнь? И они бы спросили вас, что это? Очень важно, чтобы в этот момент вы не дали какое-то свое мнение или ваш опыт. Важно в этот момент дать точное слово из Библии. Если бы я запустил сюда листок бумаги с надписью «Вечная жизнь — это». И каждого, например, из вас, я попросил написать, что вы считаете является вечной жизнью. Я не хочу, чтобы вы отвечали, я хочу, чтобы вы подумали об этом. Что вы думаете, Библия говорит об этом? Потому что если мы христиане, это у нас есть того дня, с которого мы спаслись. Я не хочу вас провести, я просто хочу, чтобы вы об этом подумали. Можете не отвечать. В 17-й главе Иоанна это был вечер последней встречи Иисуса с учениками. Прежде чем Иисус пошел к Гефсиманию, где Он был арестован, Он знал, что пришло Его время умирать. Он знал, что эти ученики, которых Он любил, они будут напуганы. То есть, прежде чем пойти в Гефсиманский сад, Он молился молитвой ходатайства его отцу, о тех учениках, с которыми Он был, и еще одной группе людей. И вот вся 17-я глава от Иоанна, это эта молитва. В 20-м стихе Он говорит, «Не о них же только молю», имея в виду учеников, но и о верующих Меня по слову их. Это кто? Кто эти люди? Это мы. Если вы верите в то, что написали ученики, а ученики написали Писание, Евангелие, если размышлять о том, кто писал эту молитву, в тех условиях, в которых эта молитва была произнесена, и учитывая, что я и вы были включены в эту молитву, эта молитва сразу становится очень важной для меня. Иногда, когда у вас есть время, медленно пройдите через эту главу и остановите свое внимание на тех вещах, о которых Иисус просил Отца для нас. Я верю, что Отец слышал Его молитву, и я верю, что Отец ответил на Его молитву. И поэтому нам нужно проверить, если Иисус просил у Отца что-то для нас, получили ли мы это. Библия говорит, что мы не имеем, потому что мы не просим. Если мы не знаем, что это нам доступно, мы даже об этом не просим. И если есть какие-то условия, то мы никогда не узнаем о них, чтобы получить. Но ради этого учения, давайте посмотрим на стих 2 и 3 в этой молитве. Он говорит, что Отец всех, кого Ты мне дал, я им даю жизнь вечную. И в 3 стихе Он дал определение вечной жизни. Это жизнь вечная. Да знают они, это мы, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного на Тобой Иисуса Христа. Я не знаю, как звучит Ваш перевод, Какой перевод у Вас, слово «знать», но с греческого это значит «знать кого-то через опыт». Как муж знает свою жену. Такие отношения, на которые ты должен потратить качественно много времени, общаясь с этим человеком посредством сердца, в обе стороны. То есть Иисус говорит, что Я, так как Ты дал Ему власть над всякой платью, да всему, что Ты дал Ему, удаст Он жить вечно. Это привилег, что мы можем знать Пусть и Иисуса в личном способе. Чтобы сказать это проще, это привилегия знать Отца Небесного в лице Иисуса лично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok